Всем привет, ребят! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал. Если ты здесь впервые, то не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Сегодня, как я и обещала, снимаю видео на тему своего образования, о том, где я учусь, на кого я учусь, а если быть точнее, на кого я только поступила учиться, и почему я два года до этого нигде не числилась, нигде не училась, и только сейчас, в 20 лет, я поступила на первый курс института. Немного предыстории. Два года назад я окончила 11 класс, как все сдала ЭГЭ, как все поступила в универ, и не проучившись Юргу и года, я его бросила, об этом у меня даже есть отдельное видео на Ютубе, оно все еще тут, я его не удалила, вот я, наверное, сюда или сюда вставлю аннотацию, вы тыкните, можете посмотреть. Это видео как раз-таки о том, почему я тогда бросила универ. И с момента этого видео, с момента того, когда я бросила универ, прошло уже два года, я сделала некоторые выводы, и мне есть, что вам рассказать. Итак, два года без универа и школы. Как это было? Многие почему-то думают, что я тупо сидела дома и ничего не делала. Нет, это не так. Если бы это было бы так, то я бы не имела то, что я имею сейчас. Как бы сейчас это не звучало, оно так и есть. Ведь я совершенно осознанно бросала тогда институт, чтобы понять, кем я хочу вообще стать. За эти два года я много вообще что успела. Я пробовала переезжать, я работала, я училась, я проходила курсы платные, это все равно учеба. Я изучала то, что мне действительно нравится, я занималась саморазвитием. Как бы это тоже сейчас так высокомерно не звучало, оно тоже так и есть. Я пробовала переезжать в другой город, я начинала свое дело, путешествовала, испытывала просто массу эмоций, испытывала такой жизненный опыт, который, мне кажется, многие даже за всю свою жизнь не проходят и не испытывают. Одним словом, я жила и продолжаю жить. Я поступила в один из самых лучших универов в Москве сейчас. Я работаю на высокооплачиваемой работе в своей сфере. И я не знаю, но если бы не эти два года, если бы я тогда не бросила институт, возможно, этого всего бы не было. Мне понадобилось два года на то, чтобы понять, в какой области я хочу быть специалистом. Знаете, я тогда в старом видео своем говорила, что нужно идти учиться на ту профессию, которая тебя тянет, которая тебе нравится. Но знаете, это совсем неправильная формулировка. Так слишком сложно и непонятно, и вам тоже будет требоваться слишком много времени на то, чтобы понять, кто вы вообще и кем хотите заниматься. Нужно задать себе совершенно другой вопрос. В чем я хочу быть специалистом? В чем я хочу быть лучше? И что я хочу действительно изучать? И вот спустя два года я ответила себе на этот вопрос и поступила в институт синергии на специальность предпринимательства. Вот так, ребята, я полжизни думала, что я творческий человек, и мне в бизнесе вообще нечего делать. Все оказалось совершенно не так. Творческому человеку прямая дорога в бизнес. Я хочу быть не просто специалистом в этом деле, я хочу, чтобы люди нуждались в работе со мной, чтобы люди хотели со мной работать и мечтали со мной работать, и я уверена, что так оно и будет. И еще немного по моему вузу. Он находится в Москве, да, но я учусь на нем дистанционно, то есть я поступила на дистанционную форму обучения. Учиться мне четыре года, после этих четырех лет я еду в Москву, защищаю, получаю диплом, а дальше кто знает, что вообще будет. Я ни в коем случае не призываю вас там бросать институт или после школы не идти учиться, заниматься, как я, самокопанием. Ребят, очень много минусов у меня было. Например, непонимание родителей. То есть ты им никак не объяснишь, что ты можешь добиться чего-то, добиться каких-то результатов, найти себе хорошую работу без диплома. Я это доказала, но я все равно хочу получить диплом, потому что я хочу обучиться. Обучиться этой специальности и стать специалистом. Если вы после девятого или одиннадцатого класса поступили на ту специальность, на которую вы хотите учиться, на которую вы хотите потом работать, то это просто замечательно. Но вот мне на это потребовалось два года. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что за эти два года я четко определилась со своими целями, я четко определилась со своими какими-то приоритетами, я их четко расставила. И просто пожила, что ли, я не знаю. В общем, если у вас еще остались какие-то вопросы по моему образованию, или вы хотите что-то спросить про мой институт, то, пожалуйста, пишите здесь в комментариях внизу, или же пишите мне в директ в инстаграме. Я записана, кстати, как Джессика Минкот, поэтому обязательно подписывайтесь. И всех целую. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok